Обратите внимание, скажите, пожалуйста, когда министр обороны Жайбун подводил итоги, он говорил о том, что средний возраст, мобилизованный, составил 35 лет. Я не владею полной информацией, не буду говорить о каких-то конкретных цифрах и так далее. Слушайте, пожалуйста, таким образом у нас как минимум 7 человек, Назаровский ГРЭК, молодых специалистов, которые работают меньше 5 лет, имеют базовое образование, в первых рядах были моделизованы. В нашем городе не нужны энергетики, в нашем городе не нужны молодые специалисты, которые практически имеют минимальный опыт, которые явно не так востребованы в первые же дни были. Почему город, почему военкомат города Назарова считает, что это люди в первую очередь, которые должны были быть отправлены в территорию нашего города. Почему военкомат города Назарова и резервная комиссия не ставят в расчет и не руководствуют сомнениям руководителей грабо-образующих предприятий? У нас на Назаровской ГРЭК на сегодня, я такой информацией владею, как минимум 40 вакансий. 40 вакансий. Когда у нас будет замерзать город, он уже замерзает, правильно. Давайте тогда будем честно говорить. У нас как минимум на Назаровской ГРЭК больше половины работников это пенсионеры. Я не буду говорить о разрезах, вероятно, ситуация похожая. Мы призываем молодых специалистов, подготовленных в специальных образовательных учреждениях, в первую волну. 35 лет, средний возраст. У нас в Назаровской ГРЭК были призваны люди 99, 98, 2001 года рождения. 26-27 числа эти люди в первых рядах убыли из города Назарова. Вот ответьте мне, пожалуйста. Это качественно? Это так по-хозяйски? Это так в интересах города Назарова? Я предполагал этот вопрос. Скажем так, я на него отвечать не буду, потому что тему нашего сегодняшнего вопроса он не входит. Оценить качество, оценить качество военных институтов, которые работают военные институты города Назарова, Назаровского района. Вы знаете, можно ли я маленечко дополню? Действительно, у нас, что на Назаровской ГРЭК, что на разрезе Назаровской, у нас работают очень узкие специалисты. Просто так, с центра занятости, с биржи, то есть человека найти практически невозможно. Кадры готовятся очень долго. Очень долго. И высококвалифицированные специалисты, получается, ну и, ну, мы уголь добываем, энергетики дают нам тепло и свет. Ну, как-то вот, ну, вы примите, пожалуйста, к сведению, что, ну, действительно, без разреза, без гресса, ну, без тепла, водоснабжения у меня это очень будет тяжело. А специалистов найти очень-очень тяжело. Вот, вы задаете вопрос. Нет, это не вопрос. По сути вопроса не понимаете. То, что в мирное время или с контакт до начала мобилизации руководители ГРЭС, разреза, других предприятий, которые находятся на территории нашего города и района, должны были озаботиться бронированием своих граждан от призыва по мобилизации. Если кто-то не знает, хочу сказать, что в соответствии с законодательством бронирование должно было быть прекращено при проведении мобилизации. Но решением Генерального штаба и Министерства оборудования оно продолжило. А то, что в свое время руководители предприятий это не сделали, и сейчас в массовом порядке начали писать письма, представлять списки людей, которые подбежали бронированию. Хотя до этого, проверяя организации, все, которые внесены в список, которые ведут бронирование, принуждали кадровых работников, забронируйте, забронируйте. А эту работу не вели. В нашем городе в субботу контрактник мальчик погиб. А где вот это взаимодействие психологов военного комиссариата, допустим, прийти к ближайшим родственникам и хотя бы оповести? Ну, вопрос у меня, давайте так. Военный комиссариат работает с официальными документами. Все сообщения о каких-то событиях в воинских частях поступают посредством либо закрытой связи, либо открытой связи. Когда я получаю этот документ, я лично посещаю семьи, если такая трагедия где-то проходит. И даже если где-то не трагедия пошла, какие-то сообщения поступили, вот именно по гражданам, которые наши земляки в зоне специальной, на территории городов и районов посещают, если они, ну, лично посещают. Нет, я вот хотела уточнить. Вот смотрите, даже известие, да, такой трагедии, я так понимаю, мы представители военного комиссариата, да, психологи как-то вот так должны, да. А насколько я знаю, да, вот у мальчика этого, бабушка, дедушка, а, допустим, представители военного комиссариата не по себе. Ну, давайте мы эту тему не будем разуждать. Военный комиссариат работает с официальным документами. Я правильно понимаю, удаваться сэмином? Это может быть слух, понимаете, может быть слух. В этом вопросе, да, я принимаю сведения. Это может быть фейш, это может быть любая другая ситуация. А если вы застречали, поступали, чем вы информацию получите? Не получится такого, чтобы гражданин, если который погиб, тело было его доставлено сюда для погребения раньше, чем узнал военный комиссариат. В этом вопросе взаимодействие между подразделениями Министерства обороны, оно наладует. И порядок он определен.